Уважаемые товарищи, сегодня мы собрались на заседание Совета Безопасности в таком широком составе, чтобы продолжить разговор о повышении роли этого коллективного органа в жизни нашего государства, в том числе в вопросах защиты независимости, территориальной целостности и суверенитета нашей страны. А также защиты конституционного настроя, поддержания гражданского мира и согласия противодействия экстремизму и терроризму – самый широкий круг проблем. Безусловно, роли полномочия Совета Безопасности должны быть соизмеримы с теми рисками и угрозами, которые ставит перед нами время. Тем, кто сегодня рефлексирует в сетях и мессенджерах на новый декрет и не владеет вопросом, объясню. Совет Безопасности – это не одни силовики, как некоторые тут пописывали. Среди постоянных членов Совета Безопасности половина должностных лиц сугубо гражданские люди, руководители правительства, обеих палат парламента, администрации президента. А если взять полный состав Совбеза, это вообще две трети гражданских людей. Также напомню, что данный конституционный орган обеспечивает реализацию полномочий главы государства в сфере обеспечения национальной безопасности, в том числе как главнокомандующего вооруженными силами. Естественно, что в его составе есть и всегда будут руководители основных силовых структур. Принципиально важно, чтобы новый акт законодательства, который мы сегодня рассмотрим в деталях, которые регламентируют работу Совбеза, не имел никаких ограничительных грифов и стал полностью открытым для общества. Каждый житель Беларуси, особенно в нынешних условиях, должен знать и видеть, что все решения принимаются коллегиально и открыто. Новое положение о Совете Безопасности опирается на Конституцию, закон об обороне, военную доктрину, концепцию национальной безопасности, иное законодательство нашей страны и международные правовые акты, принятые за весь период независимой Беларуси. При подготовке этого положения о Совбезе внимательно изучен и учтен опыт работы подобных коллегиальных органов в других странах, прежде всего, в странах-союзниках. Важнейшей задачей Совета Безопасности было и остается рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики в контексте национальной безопасности. Кроме того, деятельность всех государственных органов при одолении современных вызовов и угроз должна быть не только эффективной, но и максимально скоординированной. Учитывая агрессивные попытки превратить Беларусь, по терминологии Соединенных Штатов Америки, в несостоявшееся государство, мы должны закрепить за Советом Безопасности новые, конкретные, жизненно важные функции. Такое расширение полномочий будет способствовать обеспечению стабильной и безопасной работы всего государства и каждого человека. Все это вопросы защиты суверенитета и конституционного строя, о которых и говорится в подписанном 9 мая мной декрете. Если говорить о декрете, хочу еще раз конкретизировать. Декрет, который был подписан мною, касается одного случая или момента в истории нашей страны. Если, не дай бог, это произойдет. Вы знаете, какой этот случай? Только одного. И представьте ту ситуацию, исходя из опыта прошлого года, какова будет в результате ситуация в стране. Нетрудно спрогнозировать, я ее хорошо прогнозирую. И вот на этот период будет действовать декрет президента. Естественно, когда изберут нового президента и отпадет необходимость в подобном декрете. Он будет отменен новым президентом или же парламентом и президентом в зависимости уже от новой конституции, я надеюсь. Поэтому это декрет на один момент, если, не дай бог. Для чего? Для того, чтобы прежде всего вы, сидящие здесь, и те миллионы, которых нет здесь, но поддерживают нынешнюю политику, не беспокоились за свою судьбу. Мы все люди. И, естественно, у каждого есть дети, внуки и прочее. И наши недруги, в том числе, должны понимать, что таким образом дестабилизировать страну не получится. Некоторые тут переживали, что президент якобы не доверяет премьеру и так далее. Я не говорю нынешнему, допустим, премьеру. Слушайте, может быть, на должности премьера на тот момент любой человек. Но в данном случае, если говорить о премьере, что значит не доверяет? В данном случае, отдельно прописано, что он является председательствующим на Совете Безопасности. И третий момент, подчеркиваю. Главный ведь вопрос тогда встанет какой? О выборах президента и стабилизации в стране. Но стабилизация будет зависеть от выборов нового президента. И вот этот вопрос должен решаться при участии губернаторов. Как и, возможно, другие, которые вы вынесете вопросы на заседание Совбеза. Без губернаторов мы не решим ни один вопрос в стране. Поэтому они с правом голоса, как и все члены Совета Безопасности. И будут голосовать по главному вопросу. Когда? В какие сроки будут проведены выборы нового президента? Они должны быть к этому причастны. Ну и еще одно. Этот декрет мне никто не советовал. Что, как, наоборот, пять раз его переписывали. Я принял решение, чтобы все решения Совбеза принимались тайным голосованием. Чтобы никто не давлел над мнением членов Совета Безопасности. Что тут не демократично? Что тут не так? Вот суть этого декрета. А интерпретировать его можно по-разному. Фантазий у людей хватает. Но я хочу, чтобы вы понимали, в чем суть этого декрета. Еще раз подчеркну. Это не значит, что мы его задействуем однозначно. Это только при одном случае. При покушении и гибели президента. Только. Завершая эту тему, еще раз хочу попросить всех. Здесь собрались люди, от которых зависит, в общем-то, судьба нашего государства, нашего народа. Ни в коем случае не расслабляться. Я и так понимаю, вижу, что молодцы. Контролируете ситуацию. Смотрите за ситуацией. По главным вопросам реагируете как следует. Но вы должны четко отдавать себе отчет, что против нас сегодня работают с огромным опытом спецслужбы. Мы вообще еще младенцы по сравнению с ними. И нам надо выстоять. И мы выстоим, если мы не расслабимся. Потому что на нашей стороне правда. И подавляющее большинство людей. Сегодня уже и те, которые рыдали, а некоторые и постились, насилие, ах, насилие, поняли, чего хотели те, кто вывалил тогда в августе месяце на улице. Видели, как они действовали. Сегодня они уже и мы, и они убеждены, что хотели от нас. Тот мяч в форме Блицкрига мы преодолели, как и многие последующие этапы. Уверен, преодолеем. И все остальные трудности. При этом надо помнить, что главное для нас экономика.